Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Перед началом хочу напомнить, что если вам нравится это видео, то не забудьте поставить ваш лайк и обязательно написать вопрос в комментариях, если он у вас появится. Ну а мы начинаем наш разбор. У нас сегодня вторник, 8 мая и начнем, как всегда с парой евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция нисходящая сохраняется. Вчера мы вновь обновили локальные минимумы. Тенденция на снижение сохраняется. Ближайшие цели снижения это область 1.1829. Ближайший разворотный уровень по данной паре отмечаем на максимуме понедельника, который был зафиксирован по цене 1.1979. По паре британский фунт, американский доллар также тенденция нисходящая на текущий момент сохраняется. Но вчера мы не видели обновление локальных минимумов, в отличие как это было с евро. Поэтому существует вероятность начала коррекции. Ну и пора бы уже. Британский фунт спускается уже на протяжении нескольких недель практически без коррекции. Что может указать на начало коррекции? Во-первых, это закрепление и выше уровня максимальной значения вчерашнего торгового дня, которые были зафиксированы по цене 1.3574. Если мы увидим закрепление выше этого уровня, то будет ожидаться коррекционное восходящее движение, ну и соответственно, которое может перерасти и в среднесрочное восходящее, так как основное направление пока остается в сторону роста по данной паре. Пара американский доллар, канадский доллар все еще продолжает торговаться в боковике, который мы отмечали ранее. Сейчас торгуемся у верхней границы и ближайшая цель, соответственно, это уйти выше максимумов, которые были зафиксированы по цене 1.2921. Сегодня уже с утра торгуемся выше максимумов, которые были зафиксированы вчера, но вот теперь следующий рубеж – уйти выше уровня 1.2918 и двигаться по направлению 1.3014. Ну и соответственно, в том случае, если мы увидим обновление минимальной значения данного бокового движения, которое было зафиксировано по цене 1.2803, то можем ожидать начало нисходящего движения по данной паре. Далее у нас на очереди пара американский доллар, японская иена. Вчера мы попытались закрепиться выше максимумов, которые были зафиксированы в пятницу, 4 мая. Пока данная формация восходящая остается в силе до тех пор, пока мы торгуемся выше минимальной значений, которые также были в пятницу зафиксированы на уровне 1.1864. Возобновление роста с текущих уровней возможно, но отмена данного сценария последует в том случае, если мы увидим хоть ниже отметки 1.1864. По паре австралийский доллар, американский доллар, на текущий момент формация восходящего движения сохраняется. Я напомню, она началась на прошлой неделе, также в пятницу. И общее направление по данной часовой формации остается восходящей. Данный сценарий также будет актуален до тех пор, пока мы торгуемся выше отметки 74.72, минимум, который был зафиксирован 1 мая. Ближайшие цели роста – это уход выше, во-первых, максимумов, которые были показаны вчера, и движения по направлению 76.98. По паре еврофунт развитие нисходящей формации продолжается. Ближайшие цели по снижению это область 87.63, ну и далее уже идем на 86.47. Ближайший разворотный уровень для вероятного возобновления покупок по данной паре находится в области максимальной значения, которую мы видели вчера и в пятницу на уровне 88.40. Золото на текущем уровне также сохраняет свою формацию восходящую в рамках часового таймфрейма и продолжает двигаться по направлению вверх. Ближайшая цель роста – это 1319 долларов, далее 1329. Ближайший разворотный уровень по данному активу отмечаем на минимуме, который был зафиксирован на прошлой неделе на уровне 1307 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent вчера обновила локальный максимум и ушли выше последних максимальных значений, которые мы видели в конце апреля. Это была отметка 76.45, вчера доходили до 76.95 и следующая цель роста – это 78.30. Ближайший разворотный уровень по данному активу отмечаем на минимуме 4 мая, который был зафиксирован по цене 73.95. Индекс DAX также продолжает свой рост. Следующие цели – это область 13260, но ближайший разворотный уровень в краткосрочной формации отмечаем на минимуме, который был зафиксирован вчера на отметке 12810. Коррекционное нисходящее движение по биткоину продолжается. Сегодня мы также торгуемся в области минимальной значения. Вчера обновили за день минимум, дошли до отметки 9155, ближайшие цели по снижению – это область 8900 долларов за 1 биткоин. Ближайший разворотный уровень отмечаем на максимуме, который был зафиксирован вчера по цене 9583. В том случае, если биткоин обновляет данный максимум, закрепляется выше данного уровня, то ожидаем возобновления роста к следующим целям в район 10 и 11 тысяч соответственно. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, всем желаю хорошего торгового дня и увидимся уже на следующих видеообзорах. Всем спасибо и до свидания.